Добрый, добрый, добрый день, уважаемые слушатели, добрый день, в эфире Финам ФМ Сухой Остаток, меня зовут Олег Дмитриев. Ну что ж, как всегда, начало новой недели, понедельник, как известно, день тяжелый, но тем не менее, нельзя исключать и его из нашего обихода, потому что в понедельник начинаются новые дела, как правило, начинаются новые тренды, может быть даже, ну и в принципе, приходит какое-то новое осознание текущей действительности. Итак, в это время и в этой программе мы с вами обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках и не будет исключением сегодняшний выпуск. Прежде всего, я представлю своих гостей в студии Сухого Остатка. Василий Олейник, эксперт IT-инвестпроспект. Добрый день, Василий. Добрый день. И в студии Александр Разуваев, директор аналитического департамента Аль-Пари. Добрый день, Александр. Добрый день. Тема сегодняшнего эфира – рынок акций, каких сюрпризов ждать в последнюю неделю августа. Если позволите, я сделаю вот этот акцент. Итак, мы будем говорить сегодня прежде всего о том, что наступила последняя неделя августа. Можно, кстати, немножко и попечалиться, потому что это не только последняя неделя августа, это последняя неделя лета. Лето, лето, да. И незаметно было. Василий, ты видел? Ты был в отпуске, кстати? Вот Саш приехал неделю назад, отдохнул, посвежел. Да вот, путевка-то была куплена, пришлось аннулировать. Да ты что? Неужели виной тому рынок, я правильно понимаю? Открытые позиции, мужем их. Ну, кстати, да, отчасти рынок тоже повлиял. Ужас какой. Нет, так нельзя. Это неправильно, как минимум. Побыстрее бы лето кончилось, потому что, когда у нас кончается лето, на рынке начинаются хоть какие-то движения, о которых уже все соскучились. Да-да, о которых все забыли. Поэтому здесь есть и позитивные. Согласен. С этой точки зрения, с точки зрения, да, участника рынка, делового человека, конечно, это очевидно. Ну что ж, напоминаю я, телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. А все это, уважаемые слушатели, может вам понадобиться для того, чтобы задать вопросы моим экспертам и, собственно, поделиться своими мыслями на заданную тему. И, начиная эфир, давайте не будем отступать от традиций. Как всегда, в начале программы мы рисуем картину маслом. Итак, 15.07 в Москве, что же происходит на финансовых рынках сегодня? Традиционно закрытие Америки, кстати, хорошее, интересное, как минимум, закрытие Америки, да, событие, реакции, вот то, что, да, то, о чем мы мечтаем всегда, да, некое событие и сразу однозначная реакция на него. В пятницу продемонстрировали все финансовые площадки, включая валютный рынок и следующая история. Значит, американцы закрылись позитивно в пятницу, 3 десятых прибавил Dow Jones, примерно столько же S&P 500 и NASDAQ чуть больше по процента. Азия сегодня позитивно торговалась, Nikkei, а, пардон, да, разноправленно торговалась, Nikkei чуть в минусе на одну десятую, зато почти 2% прибавил китайский индекс. Далее мы смотрим на Европу, ну, в частности, FTSE 100, да, Британия закрыта, сегодня национальный праздник, поэтому британские площадки не торгуются. Европа разноправлена, да, в разных точках своих и индикатор российского рынка сегодня в отрицательной территории, полпроцента РТС и столько же ММВБ. Рубль мало-мало укрепляется и против доллара, и против евро, тоже для этого наверняка есть причины. Далее смотрим на сырье и на Форекс. Ну что ж, не в достаточно уверенно держится, практически бренд 111 долларов за бочку, чуть ниже 110.80. Лайтсвит также 106,5 стоит, золото после пятничного рывка, еще раз повторю, держится уверенно, в районе 1400, чуть ниже. Ну и евро-доллар, как индикатор рынка валютного, также, в принципе, смотрится с оптимизмом, в узком диапазоне он зажат, но вблизи 1,34, чуть ниже 1,3380, его текущая котировка. Ну и набор голубых фишек сегодня российского рынка, в основном в отрицательной территории, лучший рынок МТС, полпроцента, ну и символичный четыре тысячных процента, по крайней мере сейчас так показывает у меня информация, да, прибавляет рост нефти. Остальные все под водой, что называется, в отрицательной территории, минус полтора процента аэрофлот, процент теряет АвтоВАЗ, полпроцента Газпром. Так, банковский Сбербанк, почти процент, скромнее ВТБ, и что еще интересного здесь можно найти, ну, рост телеком, 0,7% тоже в минус. Вот такова картина маслом на это время, ну что ж, давайте начнем нашу беседу. По поводу сюрпризов, или давайте лучше, Саша, начнем с пятничного закрытия, тоже в какой-то степени сюрприз, да, все-таки статистика рынка труда как-то разочаровала, и под закрытие недели мы вдруг увидели такие замечательные движения. Ну, с моей точки зрения, все-таки главное это то, что будет в четверг, на текущей неделе. Это ВВП, да? Да, это ВВП, в зависимости от того, ждут 1,7, в зависимости от того, что выйдет, можно с высокой вероятностью предположить действия ФРС в сентябре. Ну, и плюс, если говорить про наш рынок, это среда, это отчетность Сбера, потому что на самом деле Сбер настолько зависит от ситуации в нашей экономике, то, может быть, его отчетность даже лучше показывает, есть рецессия или нет, чем данные Росстата. Ну, и плюс выходные у нас вмешалась Сирия, которая обеспечила подъем цен на нефть, ну, что там будет, никто не знает, потому что, в общем, это попахивает глобальной войной. Если говорить для рынков, то по-любому нефть вверх, индексы вниз, падение мировых индексов у нас перевесят, но это то, что вот на поверхности сейчас, поэтому уже мы видим, то, что вот было на прошлой неделе, уже с моей точки зрения не так важно. Считается, что август для России месяц плохой, осталась последняя неделя, надеюсь, переживем. Пережить, да, пережить. Да, но на самом деле очень много все-таки факторов, которые мы не можем, ну, скажем так, понять, как они сыграют. С моей точки зрения все-таки не будет сворачиваться стимулирование, по крайней мере, в сентябре. Плюс, с моей точки зрения, война все-таки будет. Опять-таки, насколько все пойдут далеко, сказать достаточно сложно. Что касается отчетности Сбера, то, в принципе, российская же есть. Я думаю, что отчетность будет чуть лучше ожиданий. Ну, и на самом деле, ее там отыграют очень быстро, и все про нее забудут. И все про нее успешно забудут. Ну, что ж, схему, на самом деле, сегодняшней программы, да, Саша более-менее предложил. Вот вокруг этого мы будем, ну, по большому счету, вокруг чего еще разговаривать. Я каждое утро в понедельник делаю подкаст новостей для нашего телевидения. Вот, поэтому все, да, все понятно. Конспект ясен, конспект ясен. Итак, действительно, да, во главе угла это действие Федрезера, ну, точнее говоря, глобальное движение, конечно же. Уже уже как последние три года. Да, да, не дали и как. Во главе угла, да, обострение ситуации на Ближнем Востоке, ну, если о российских, наверное, не только отчет Сбера, может быть, да, имеет значение на это. Ну, Сбера это просто основное, что происходит. Я понял, да. Тем не менее, вопрос себе, вот, пятницу, да, это неожиданно, это ожидаемо, это случайность такая, опять там где-то что-то цифры перепутали. Плохая статистика по рынку. Ничего сверхъестественного, на самом деле, в пятницу не было, и вообще в последние дни ничего сверхъестественного не происходит. Это абсолютно, на мой взгляд, везде динамика и везде движение на всех долговых, финансовых рынках, валютных рынках. Везде динамика, на самом деле, очень четко и обоснованно идет, и вот как раз я не вижу никакой раскорреляции. На плохих данных мы видим рост американских индексов, и в то же время в пятницу на слабом, на слабых данных там и по рынку жилья провальные данные были. И участники рынка пытаются зацепиться за тот же оптимизм, что якобы не будет сокращаться КУЕ, поэтому на этом и золото, на этом и евро отскакивает, на этом фондовые рынки. Но, тем не менее, сокращение, на мой взгляд, в сентябре все равно будет. Будет там порядка 15-20 миллиардов, и я не хочу гадать, будет оно или не будет, но я смотрю на долговой рынок и доходности. По американским облигациям говорят, что сокращение будет, потому что именно там участники рынка в первую очередь закладываются. Мы видели огромный отток капитала, мы видели рост доходности, при том, что в мае этого не было перед июньским заседанием, когда были опасения сокращения, но доходность находилась на минимальных отметках. Сейчас же ровно картина противоположная, поэтому не надо гадать, смотрите на долговой рынок, он вам все скажет, будет сокращение или не будет. Такой опережающий индикатор. Конечно. Все движения начинаются на долговых рынках, потом они идут на валютные рынки, потом фондовый рынок всегда в самом последний момент реагирует на все движения. Поэтому все начинается, крупные игроки начинают на долговых рынках, и там больше обороты, больше капитала, там реальные денежные потоки, которые можно отслеживать, и поэтому все движения начинаются именно там. Фондовый рынок буквально с неделю, две, три с опозданием всегда реагирует на все эти движения Поэтому здесь вот вопрос сокращать или не сокращать Я думаю, что сокращений будет И уже об этом сто раз говорили А если не будет, какая разница, сразу будут ожидания нарастать Чем ближе к концу года, тем больше будут ожидания нарастать Поэтому нет смысла тянуть, проще сократить и все И забыть Да, на самом деле, если сократят, это будет хороший момент для покупки в сентябре Но об этом поговорим, наверное, чуть позже Хорошо, да, сейчас мы прервемся, новости послушаем, потом продолжим Итак, друзья, мы продолжаем эфир Сухой остаток на Финам.фм Меня зовут Олег Дмитриев Сегодня в студии Василий Олейник, эксперт IT-инвестпроспект И Александр Розуваев, директор аналитического департамента Альпари Мы говорим о текущей ситуации на финансовых рынках Ну и, собственно, взяли мы в качестве ориентира основного Последнюю уходящую неделю месяца августа Что ждать от нее? Еще раз напомню, телефон студии 6510-996 Код Москвы-495 И сайт компании финам.фм Василий, к тебе у меня вопрос Ну, опять, чуть оглянувшись назад Ожидаемое достаточно событие На прошлой неделе завершилась конференция Глав Центробанк, да, в Соединенных Штатах Америки В Джексон Холле, так называемом Ничего, по сути, да, практически ничего Мы не услышали о ее итогах Никаких заявлений, ну, значимых, может быть Ну, на самом деле, я читал почти заявления Почти всех членов, которые имеют право голоса И все-таки большинство перевес идет, опять же, в сторону сокращения программы И, в принципе, последние минутки Последний протокол последнего заседания ФРС Опять же это подтвердил Что нет смысла дальше тянуть Вот, и именно вот этот тон Вот эта вот риторика, на самом деле Она все больше и больше усиливается И поэтому, говорю, еще раз На долговом рынке, по крайней мере, он подтверждает Что это должно случиться На самом деле, последней неделе, вот, августа Ну, я думаю, вряд ли стоит чего-то ждать Не стоит сейчас не входить в позиции Если вот ничего нет, поэтому стоит до 17-18 сентября До свидания ФРС состоит в стране Рынок никуда особо не двинется Драйверов для роста нету Негативных моментов, на самом деле, очень много Причем самый негативный момент Это проблема в азиатских странах Это самый большой негатив Потому что там действительно просто на грани краха всей экономики В азиатке ты имеешь в виду развивающихся Да, развивающихся в Бразилии Или Индия, Индонезия Да, да, Турция, там то же самое Там обесценивание валют на 20% идет То есть там очень жесткая ситуация И на самом деле сейчас вот Самый большой негатив, какой только можно придумать Это взлет цен на нефть Если же он будет, он убьет мгновенно сейчас Все развивающиеся экономики Которые так слабые Плюс, если взлетят цены на нефть Мы увидим рост инфляции И в Европе, и в Америке В Европе уже пошли разговоры о том Что стоит повышать ставку И Шойбле об этом пару раз навекнул на прошлой неделе Поэтому это самое большое опасение Взлет цен на нефть придет к росту К росту инфляции и придется сокращать ту монетарную политику А экономика-то так и не устоялась Поэтому вот как бы вот не хочется верить в эти заговоры Но говорю, как вот сейчас убить и обвалить все мировые площадки Просто война, просто нефть 140 Все фондовые площадки просто обвальное падение Да, просто-просто, непросто Об этом речь-то, да, собственно, Саша? Я соглашусь, момент такой, что все-таки акции растут, когда их покупают А не когда хорошие денежные потоки Хорошие макроэкономические индикаторы Я думаю, что серьезно Ну, по крайней мере, в этом календарном году Россию покупать точно не будут Поэтому, если что, стоит что-то покупать Ну, наверное, посмотрим, что будет на Ближнем Востоке Скорее всего, мы действительно можем оказаться дешевле И если покупать, то дивидендные бумаги Они всем известны Ну, хотя бы дивиденды получите Плюс все-таки, ну, наверное, эти бумаги уже не надо покупать Но у нас есть очень хороший тренд этого года Это промежуточные дивиденды Это МТС, это Газпромнефть Это второй раз Лукойл То есть, вероятно, эта практика останется Я бы не стал покупать то, что я любил всегда Из-за дивидендов Сургутнефтегаз Я все-таки считаю, что Роснефт съест Сургут В итоге, конечно, миноритариев Поменяют на Роснефть и в ТНК И там Сургутнефтегазе Но какие там будут коэффициенты, какие риски Поэтому, мое мнение такое Покупайте акции, если хотите, в долгую совсем Но если вы хотите спекулировать Если вы хотите все-таки как-то открывать позиции Исходя из реальной экономики Там и статистики То есть рынок Форекс Пожалуйста, там можно зарабатывать текущие доходы То есть акции в долгу, Форекс Спекуляция Да, на сейчас Какая идея сейчас на Форексе самая интересная есть? Это вопрос, да, Александру? Александру? Тебе, Василий На самом деле, ведь валютных портах Ну много? Да, не так много На что сейчас поставить деньги можно? С уверенностью хотя бы процентов 80 Я понимаю, что 100% никто не может говорить ничего Но вот Понятно, мы сейчас видим глобальное укрепление доллара Это ко многим валютам, я говорю, развивающихся стран Вот тебе идея, ты ее озвучил Ну так многие уже На самом деле, все-таки американская экономика смотрится намного лучше, чем европейская И были даже горячие головы где-то вот год назад Они говорили, что вообще там чуть ли не паритет мы увидим Там к концу вот как раз Ну этих голов до сих пор еще достаточно Стринадцатого года С моей точки зрения С моей точки зрения Все-таки рынок Форекс тоже очень зависит не только от действий ФРС Но и от той статистики, прежде всего ВВП и безработица Да, у нас два фактора Я все-таки считаю, что Скажем так, проблемы еврозоны настолько сильны Что в среднесрочном плане мы увидим укрепление доллара Что касается других пар Там, например, против иены Интерес к японской иене Если мы посмотрим по оборотам Ну к парам, да, с участием иены Он сокращается Связано это с тем, что в общем Японская экономика и главная монетарная политика Банка Японии Она в общем, ну скажем так Не совсем ясна То есть наша точка зрения Вы должны ставить на сильный доллар На его укрепление И плюс, опять-таки С нашей все-таки точки зрения Мы считаем, что как там сильный доллар Более дешевая нефть Мы считаем, что нефть все-таки должна быть подешевле Что на самом деле, если уж так на нас Переходить Это более дешевый рубль Хотя он управляется там ЦБ и Минфином Ну и, скажем так Это более оправданная Оценка Наших компаний, да Потому что все-таки наши денежные потоки Это производная от цен на нефть Наша ставка дисконтирования Это наш суверенный долг Он тоже зависит от цен на нефть Ну вот, и не одна идея, собственно, была предложена Александром Вась, я... Я только не вижу Вот многие мне нравятся Говорят зависимость российского фондового рынка от цен на нефть Ну не зависит российский фондовый рынок от цен на нефть Была бы сейчас нефть 90, я бы с удовольствием покупал российский фондовый рынок А вот при такой цене... Потому что он был ниже бы или даже на этих уровнях? Потому что был бы потенциал роста у нефти А сейчас потенциала роста у нефти особого нет А если он и есть, он просто убьет мировую экономику Мы должны понимать, чем выше будет сейчас нефть в текущих уровнях Тем хуже будет мировая экономика Прише европейская Поэтому, да Ну, просто хочется уж раз мы о покупках затронули тему Что покупать? Сейчас покупать однозначно ничего не стоит Я бы на коррекциях покупал в России только нефтегазовый сектор Потому что все-таки в дальнейшем я не вижу перспективы для укрепления рубля А нефть должна быть высокой Скорее всего, она будет высокой Поэтому слабый рубль при дорогой нефти Это единственное, что нашим экспортно-ориентированным компаниям нефтянки Больше всего на руку Газпром Извини, пожалуйста, про нефть Уточни, пожалуйста Она будет дорожать на фоне напряженной Средней Востоки? Или в принципе она будет дорожать? Конечно, нет Спрос на нее особо не растет Ну, в Китае немножко растет Но я не вижу И сейчас там в Америке как бы сезон урагана Все это, господи Это все отдельные темы Они особо не играют Это, что говорится, шум К фундаменталу никого отношения не имеет И нефть, в принципе, это тот самый актив Где развиваются одни спекулянты Золото, нефть, без разницы Там нет реальных денежных потоков Там остались одни крупные спекулянты Это не долговой рынок Это не денежный рынок Еще раз говорю, это спекулянты Ее разогнать можно куда угодно Мы видели, там и в Египте Может повторить что угодно И советский канал Могут там на один день закрыть Все, там нефть на 140 может улететь Все может быть Поэтому очень опасный актив Но при этом российский рынок Это не поддержит движение Конечно нет Чем выше нефть, тем хуже будет всем Я сейчас еще не соглашусь Все-таки в нулевые годы Мы хорошо видели Там какой-нибудь брокерский дом Поднимает таргет По какой-то бумаге И тут же эта бумага идет вверх Все-таки другого метода оценки Кроме дисконтированных денежных потоков нет Соответственно, напрямую выручка И денежный поток Потоки всех наших компаний Это цена на нефть Наша добыча там около нуля Ну, соответственно, уже просто цена на нефть Если раньше там 10 лет назад ЮКС и Сибнеф показывали Двузначные темпы роста добычи То сейчас, конечно, этого не будет Ставка дисконтирования Ну, понятно, там премия за риск Инвестиции в акции За риск конкретного эмитента Но все-таки базовая ставка Это наш внешний долг Как он торгуется Опять-таки, цена на нефть Ну и, соответственно, когда-нибудь Я надеюсь, мы будем жить в том рынке Рынок акций, какой был в нулевые Когда была четкая связь между фундаменталкой И, соответственно, капитализацией Пока мы имеем фондовую аномалию В общем, я думаю, если в ДИСЕ Вот нынешнюю нефть заложить Мы получим там 2500 Мы имеем фондовую аномалию по всему миру Уже как третий-четвертый год Сейчас, чем хуже дела в реальной экономике Тем лучше дела на фондовых рынках Не на всех только Не на всех Почему? На всех, на всех В Америке видим стабилизацию какую-то Пошли разговоры о сворачивании монетарной политики Поэтому, если Америка в дальнейшем будет показывать Темпы восстановления экономического роста Мы увидим глобальный даун-тренд На полтора года Америка будет падать Она не будет расти при восстановлении И все это надо понимать Она росла заранее Уже три года росла Пока было все плохо Как только ситуация там наладится И действительно, если она наладится Цифры будут подтверждать Фондовый рынок расти не будет Вот она и есть аномалии Да? Об этом речь-то идет Экономика растет Фондовый рынок падает К сожалению, Америка с своим печатным станком В корне перевернула всю логическую цепочку Я думаю, что вообще как бы нет К сожалению, прямой связи Между там раньше как ПИНАИ Да? Прибыль растет Капитализация растет Все-таки мы настолько дешевы фундаментально Что вполне может появиться Что, конечно, какой-нибудь фактор Нас будут покупать Я не знаю по каким-то причинам Далеким от фундаментальных причин Ну, американский рынок может пойти вниз А мы можем расти Условно говоря, за нулевые годы Индекс РТС, долларовый вырос там В 10 раз Все может быть Но для этого, скажем так Я считаю, что нас еще не покупают Из-за политики, из-за Сирии Потому что все-таки глобальные инвесторы Понятно, нас не любят Там из-за Сноудена Более того, мы еще посмотрим Как пройдут там выборы мэра Москвы Там с беспорядками и так далее То есть причин не покупать много Александр, объясните мне Почему вы говорите Мы про Россию отдельно А какие из развивающихся площадок Тогда покупают Здесь отношение Ко всем развивающимся площадкам В принципе одинаково Мы видим везде Отток с начала года Мощнейший денег Из России 1 миллиард 800 миллионов долларов Из фондов Из российских выведено Из других стран Такие же суммы То есть я не говорю, что мы здесь Россия Почему-то ее многие выделяют Отношение что К Турции, к Бразилии, к Индии К Китаю лучше что ли На прошлой неделе в 200 миллионов долларов Отток со всех Из Китая, из Бразилии, из Индии Из России чуть меньше Мы аномально дешевы просто Более того Как говорят в официальных обзорах Дисконт российских бумаг К аналогам Составляет там 40-60% Ну оценка же есть То есть просто ниже уже падать некуда Друзья мои, я прошу прощения Мы сейчас еще раз новости послушаем А потом опять продолжим Ну что ж, друзья, давайте продолжим Наш интересный сегодня диалог В студии Сухого Остатка Ну как всегда, напомню, мы обсуждаем Текущую ситуацию Взяли мы в качестве Основной точки отсчета Последнюю неделю августа Вот, ну и пытаемся понять Собственно, да, что нас ждет В ближайшей, а может быть и Среднесрочной перспективе Я представлю еще раз Моих гостей В студии Сухого Остатка Василий Олейник Эксперт IT Инвестпроспект И Александр Жозуваев Директор аналитического департамента Телефон студии 651099,6 Код Москвы 495 Сайт компании финам.фм И остановились мы на том, что Да, Александр Предлагает взгляд Особый взгляд на российский Фондовый рынок, как минимум Да, ну с точки зрения Не особый, я считаю, что есть Политический фактор Ну все-таки Особенность Яковиня Хорошо, не особый взгляд Я на примере коротком В начале июля не так давно Вышел новый рейтинг Мирового банка По паритету покупательной способности Россия самая крупная экономика В Европе Пятая в мире В лоб, если в долларах Мы восьмые Это рейтинг МВФ По итогам прошлого года Ну, можно было отыграть Как угодно Но покупок нет Там Газпром вылетел Из 50 компаний По капитализации При том, что в общем Ну, мы знаем Да, есть кое-какие проблемы Но он аномально дешевый Даже по финансам Не говоря уже там Про запасы Про добычу и так далее То есть я считаю, что Россия как Мы не Турция Мы не какой-то там Локальный рынок Мы все-таки Достаточно крупный экономик Раз Если мы присоединим Там Беларусь Казахстаном Будем еще больше В отношении нас Есть жесткая политика И Вполне возможно Что мы увидим Вот если будет Сирия Бить будут всех Я согласен Но мы помним Условно говоря Третий год Как били Когда Ирак Нефть вверх Потом все это быстро Отыгралось Я думаю Если Россия встрянет Каким-то боком То нас будут бить больше То же самое Конечно Там ликвидность Была никакая Ликвидность Там 99-й год Белград Я считаю, что Отношения России И США будут плохими В его бодрином будущем Это будет важным Недвежим фактором И мы отдельная история То есть История с фондовым рынком Это еще один способ Надавить каким-то образом На Россию Да не, ну просто Не любят нас и все Политики А кого любят? Да Кого угодно Кроме русских любят Если посмотреть политику Я думаю, что этот фактор Будет работать Хорошо, ну вот возьмем Последняя динамика На долговых рынках Америки Последняя динамика На американских площадках Окей И динамика На долговых И фондовых площадках В азиатском регионе Куда все деньги пошли? Все деньги пошли Просто в Европу Из развивающих площадок С американских площадок То есть в принципе Деньги просто кочуют По ликвидным площадкам Пока взор на низколиквидные Развивающие страны Пока никто не смотрит И Россия здесь Еще раз говорю Не отличается На самом деле Вот самый Из всего этого негатива Хочется выделить Один самый главный позитив Который В принципе Может отыграть Во второй полгодии Не во втором полгодии До конца года И на который Я по крайней мере Пока делаю ставку Что у российского фондового рынка Может Даже не может А есть существенные Шансы Показать хороший рост Объясню Сейчас со всех площадок Увидено Развивающихся площадок Увидено Огромное количество денег В принципе С начала года Мы видим Каждый месяц Отток 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 Суммы выведены Колоссальные Недовес Крупных портфелей Крупных портфельщиков Сейчас В развивающихся площадках Максимальный За последние 10 лет То есть И эти деньги Они никуда не пошли Они аккумулируются Они ждут своего времени Если мы увидим Хотя бы процентов 30 Этих денег Что они все-таки вернутся Пойдут в развивающиеся площадки Мы увидим Очень мощный рост Это нормально Но для этого повода Почему они пойдут Деньги никуда Деньги эти аккумулируются Это понятно Ты говоришь Если они пойдут На развивающиеся рынки Причина для этого Просто нужен момент какой-то Причем Мы Не обязательно должен Какой-то драйвер Для роста быть Просто вот смотрите Вот пройдет ФРС Окей Снижают они В сентябре Да, темпы роста Допустим Темпы выкупа активов Снижают на 20 миллиардов долларов Мгновенно видим Там реакция Наверное негативная Там да День, два, три Паника А потом думают А что беспокоиться-то 65 миллиардов в месяц Не так уж мало Они скажут Что ставки Еще ближайшие Два-три года Будут на нуле Возможно Чтобы сбалансировать негатив Они понизят Целевое уровень по безработице Там на 6,5 Или на 6 вообще И все И этот негатив Мгновенно Через два-три дня Пройдет в позитив И вот тогда Это скорее всего Будет самый лучший момент Покупать и российский фонд И рынок Потому что тогда Вот эти все деньги Которые сейчас аккумулированы И ждут своего часа Они могут хлынуться Российскому рынку Достаточно 400-500 миллионов долларов Для того чтобы его поднять На 15-20 процентов Он низко ликвидный Поэтому вот Пока делаем ставку на это Не факт что это будет Поэтому я говорю До сентября До 17-18 Я буду смотреть Если там будет негатив И дадут закупиться пониже Я буду покупать Потому что до конца года Я не вижу Я говорю Чего паниковать-то? Объемы выкупа У вас большие Ставки на нуле ФРС все равно По крайней мере Сильно гайки затягивать не будет Потому что прекрасно понимают Что творится в мире Я понял Мне кажется Если на рост то будет Мы будем Как говорят Хуже рынка Хуже мировых индексов Более того Если уж ставить на рост То Я бы ставил на две бумаги Это Сберы Роснефть Они ликвидные Их более-менее любят Что касается Компании Роснефть Она пустая То есть как бы Дивиденды будут Я думаю На самом деле Дивиденды будут Грубо такие же Как за 2012 год Мы не знаем Динамику по профиту Прогнозировать до копейки Сложно Скорее всего Они будут такие же Что касается Сбера То Как это агрессивная ставка Что касается Компании Роснефть Она более консервативная Даже если новых поглощений Не будет Там все хорошо И как коллег сказал На мой взгляд Это акт вредительства Но так или иначе Мы имеем дешевый рубль И соответственно Как экспортер Роснефть выиграет Все остальное покупать Понимаешь Лукойл дешевле Но поглощение Политика ресурсного Национализма И так далее Плюс сам Сечин В общем Известный бык для своей компании Я думаю Что альтернатив нет Кстати По поводу того Что рубль дешевый Ты в отношении Не выгодишь Этого вредительства Да Я могу жестко обосновать Если можно Значит я считаю Первое Мы Ну мы не отсталые Но все таки Не самые продвинутые В плане технологий Страна Без импортной технологии Дорогой рубль Я считаю Что дешевый рубль Это раскрутка инфляции Без этого Процентные ставки Нельзя понижать Но главное другое Это налог на бедных Это у нас официальная инфляция 6-7 процентов Для наименее обеспеченной 20-25 Это доверие К национальной валюте Соответственно Ни о какой валюте Единого евразийского пространства С 1 января 15-го года Там алтын Не алтын Говорить нельзя Плюс Наши партнеры Вот на такие вещи смотрят Ну да И Казахстан И Беларусь Они смотрят Плюс конечно Есть такой момент Что Как говорят Это там Стимулирует экономику Это очень слабо Стимулирует экономику Потому что Наш экспорт Это прежде всего сырье Это объем добычи Объем прокачки А что касается импорта Ну да Импорт становится дороже Но импортозамещение работает Достаточно слабо И вот Ну скажем так То замедление экономики Которое мы видели В первом полугодии Это в том числе Реакция на ВТО То есть я на самом деле Плюсов от девальвации Не вижу никаких Кроме желания Господина Медведева У сидеть Еще какое-то время В своем кресле А вот Минусов хоть отбавляй И соответственно Кстати Это бьет по доверию И к рынку акций И прежде всего К рынку облигаций Поэтому как-то Все достаточно плохо Говорит Что в отличие от осени 2008 года Девальвацию Пролоббировали нефтяники Или конкретно Сургут Да Со своей валютной позиции Но сейчас мы не можем Об этом говорить Я считаю что Слабо рубль Это Акт вредительства Ну слабо Это 40-45 33-34 Это тот нормальный Сейчас В принципе Коридор И нормальный Более-менее экономик В текущих ценах На них В текущей конъюнктуре Я считаю это Как бы более-менее Оптимально Я думаю Это же и будет Придерживаться Этого же таргета И Центробанка И не зря он Повышает постоянно Границы бивалютной корзины Расширяет его Чтобы меньше На интервенции Денег тратить Потому что в принципе Тоже ЗВР у нас Не резиновые Поэтому Как бы надо готовиться Все-таки 33-34 Это новый Такой сейчас Диапазон Который Я думаю Долгое время Будем жить Хотелось бы еще Буквально пару слов Насчет Сбербанка Ну на самом деле Взгляд на него Уже негативный Уже давно И я думаю Не стоит эту бумагу Покупать Она будет аутсайдером Уже в ближайшие Как минимум Полгода-год Пик кредитования По крайней мере В России Он пройден Пик ипотечного кредитования Пик обычного потребительского кредитования В принципе Просрочки по кредитам Будут только расти У нас огромное количество Выдано кредитов И действительно Последние отчеты По международным стандартам По РСБУ Показывают Что просрочки растут Банки вынуждены Направлять все больше На подушку безопасности резервов То есть у банковского сектора Действительно Будет все очень плохо Плюс рубль Конечно негативно влияет Поэтому И опять же Если взять американские банки Они же на исторических максимумах Почти близко были И за счет чего Они показали Последние хорошие отчеты За счет трейдерского подразделения За счет того Что фондовый рынок Просто в Америке рос Поэтому надо Можно смело сказать Что ближайшие кварталы 2-3 Американские банки Когда будут отчитываться Они тоже будут показывать Плохие уже отчеты Квартал-квартал Потому что американский рынок Больше не растет А за счет ипотеки За счет кредитования Спрос там И не так много Они как бы получат Поэтому целиком Весь банковский сектор Будет сейчас аутсайдером Плюс еще Как бы Целиком по всему миру Да Пусть к тому же Еще мы видим Ужесточение монетарной политики Для банков Это тоже первым делом Губитина Я не соглашусь Банки анализировать Просто один мультипликатор Капитализация Я никогда не анализирую Мультипликатор не работает Не, ну это фундаментальный анализ Это основа Соответственно там дисконт Вот пока да А все нулевые Девяностое работал Значит там дисконт Сорок шестьдесят процентов Но опять таки Учитывая что я пессимистично Вообще на Россию смотрю А развивающиеся Развивающиеся рынки Могут выстрелить Я думаю что Надо искать интересные Идеи на других рынках Вот мне например Очень нравится Samsung Поэтому как бы Мы говорим все таки О глобальном портфеле Я понял Ну и еще два слова Буквально по По рублю По рублю Я считаю 29-30 Нормальный коридор Если даже не 28 Ну Саша А ты не исключаешь Что все таки Последнее какое-то время Рубль движется Опять в рамках глобальной тенденции Ведь развивающиеся Валюты развивающихся Страд Слабеют против доллара И делают это Гораздо Рубль крепок сейчас Гораздо веселее Чем рубль С моей точки зрения У нас в России Рубль Это опять-таки Политический момент Именно поэтому На Форекс Не вывели То есть если бы захотели То он бы стоял В районе 30 Да Я считаю что Это просто идея Выше школы Экономики Поддержать экономический рост Уйти от стагнации И так далее И соответственно Господин Медведев Во все это верит И соответственно Он искренне думает Что опустив рубль Что кстати Как всегда Его как бы Позиция противоречит Позиции господина Кудрина Который Вот эта дилемма Там слабо сильный рубль Она была еще 10 лет назад У него правда Кудрина был тогда Основным оппонентом Господин Глазев Но вот я все равно считаю Что сильный рубль Нам нужен Александр Но весь мир борется За бесценивание валют Чтобы выжить Ну что значит весь мир Я считаю что для России У нас третий год Идет глобальная битва За бесценивание валют И битва между Китаем Между Америкой Между Европой С завивающимися площадками Вынуждены в эту войну Были вступить и Япония И другие теперь страны У нас есть логика А вы говорите Укрепление рубля это плюс Я считаю что Россия нужен Не укрепление Я считаю что у нас же инфляция Сохраняется Укрепление в реальном выражении То есть вот это Да инфляцию не поднимаете вы тарифы На Почему Блин Почему поднимаются тарифы На электроэнергию На газ Можно сдерживать инфляцию Другими темпами Монетарный фактор Он является решающим Поэтому я думаю что 28-31 Стабильный курс При сохранении внутренней инфляции То есть укреплении Точнее Для индекса потребительских цен Именно российского Монетарный является решающим Да У нас инфляция монетарная Потому что Импортная составляющая И ожидания По прежнему завязаны на доллар И поэтому Когда у нас курс грубо стоит А цены растут То есть есть укрепление рубля В реальном выражении В этом случае Скажем так Я считаю что это наиболее Оптимальная для России ситуация Это сбивает инфляцию Это собьет процентные ставки Потому что сейчас у нас В общем процентные ставки Адекватные Тому уровню инфляции Которую мы имеем Здесь забываем Еще один самый главный нюанс Да Инфляция Инфляция Экономика Экономика Есть еще опять же И долговой рынок И в России он есть И не стоит забывать Опять же сюда Притоки капитала От безвыходности Капитал сюда идет Если рубль сделать крепким И стабильным Опять сюда придут деньги Но кому это выгодно будет Мы все знаем Чем это все заканчивается Мы помним прошлый год Почему курс рубля стоял 30 Очень долго Под запуск Евроклира Когда дали возможность Всем напрямую покупать Наше ОФЗ Хорошо Все зашло куча нерезидентов И вот я больше всего опасаюсь Что все эти нерезиденты Которые зашли Зашли огромные Они под конец года Начнут выходить Если они начнут выходить Мы рубль увидим И 35-36 Я понял Еще раз прервемся Новости на Финам ФМ Потом продолжим Ну что ж друзья мои Продолжим эфир Сухой остаток на Финам ФМ Еще раз повторю Мы обсуждаем Сегодня текущую ситуацию На финансовых рынках С точки зрения Последней недели августа У меня в гостях Василий Олейник Эксперт IT Инвест Проспект И Александр Разуваев Директор аналитического Департамента Альпари Телефон студии 651099.6 Код Москвы 495 Сайт компании Finam.fm Ну что ж Последняя часть нашего эфира Уважаемые коллеги Давайте продолжим Его И в этой связи Все-таки посмотрим На то Что могло бы быть интересным Саш Ты предложил Собственно я с тобой Тоже наверняка соглашусь Вот если смотреть Глобальный взгляд Такой бросать То в частности Компания Самсунг Да Интересно Мы сравнивали с Apple Как положено По мультипликаторам Мы смотрели технику Соответственно Как бы Вот у нас Такой есть Я думаю Что на самом деле Можно на тех же Развивающихся рынках Еще что-нибудь найти Потому что В принципе В принципе Фундаменталка Конечно Сейчас работает плохо Но другого Кроме фундаментальный анализ Никто ничего не придумал И кстати Там А фундаменталка Везде плохо работает Или только в России У нас Она наверное Работает хуже всего Хуже всего Но все-таки Действительно Нулевые годы Или там Девяностые годы Ведь Как бы Было время Когда Можно было смотреть На два мультипликатора Там Пи наи И вина и беда И все Вот и вина и беда Как бы оценка Бизнеса Вот тебе профит Вперед Или некоторые Даже Ну не на нашем рынке Делали просто Не модель Дисконтированных Денежных потоков А модель Дисконтированных Дивидендов Так кстати Транснефть оценивали Десять лет назад Как бонд Ну как бы Сейчас конечно Все это разошлось Поэтому опять-таки Если нужна Экономическая логика Для России Ну покупайте Дивидендные бумаги Уж по-любому Вы там получите Особенно компании С хорошим Корпоративным управлением То есть Где есть Связь Между прибылью И дивидендами Словно говоря МТС платит Вот за полгода 103% От своего Денежного потока Блестящее Корпоративное управление Это серьезная цифра Ну и давайте Все-таки Два слова еще Два слова скажем Два слова упомянем По поводу Обострения ситуации На Ближнем Востоке Вася Как ты считаешь Насколько далеко Могут зайти все-таки Соединенные Штаты Америки Ну и вся коалиция Будет ли аналог Того Вот Александр говорит Ну сейчас многие вспоминают Это да Ситуация с Иран 50 на 50 К сожалению Либо вверх Либо вниз Те кто все это устраивает Мы К сожалению В их планы Вторгнуться Не можем никак Поэтому здесь На самом деле Тяжело Что-то говорить Я не Я на самом деле Всегда Придерживался И придерживался Пусть это Может неправильно И ни в коем случае Это никакого отношения К реальной торговле Это не имеет Но я всегда придерживался Той точки зрения Что все вот эти Глобальные заварушки Они специально Прогнозируются Специально строятся Планируются И делаются Кем-то Кому-то нужно Все это Для того или иного Передела Потому что там Нужно обрушить Фондовый рынок Потому что если Рынок вырос За 3-4 года И крупные игроки Не видят Никакого потенциала Дальнейшего роста Ну не интересно Им 3-5 зарабатывать Интересно 50-100 зарабатывать Поэтому надо Чего-то придумать Заранее спланировать И сделать для того чтобы Крупные игроки Просто так не могут Там рушить рынок Обязательно надо Что-то придумать Заваруху какую-то Да что угодно Что угодно Понимаете Ну к сожалению Там неизбежно И войны неизбежны И война на самом деле Это один из лучших способов Поднятия экономики К сожалению Это самый лучший способ Поднятия экономики Выхода из кинесы Конечно Конечно Нет ничего Лучше разбомбить Все разрушить Чтобы потом строить Заново и дороги Сколько военная Оборонка берет Сколько заказов Соответственно Утилизация С одной боеголовки Стоит дороже Чем производство новой Поэтому проще Всех скинуть И новое И у вас и промышленность И все И металл И спрос И так далее То есть война Это очень выгодное дело На самом деле Для этого и Америка И много раз И затевала войнушку Вот Поэтому здесь Не хочется конечно Все очень грустно И тяжело Но к сожалению Это та реальность В которой мы живем Мы знаем Что такое Арабские революции И сколько народ Еще будет терпеть На самом деле Да Как в Египте То же самое может Поспокойно И в Турции И в Индии И в Бразилии Где угодно То есть это цепная реакция На самом деле Может по всему земному шару Пройти Потому что действительно Там очень все плохо И вот одно из больших опасений На текущий момент Поэтому в глобальной экономике Все плохо И держится все Благодаря только Печатному станку И вот не дай бог Что вдруг мы увидим Скачок инфляции А мы ее увидим Потому что инфляция Имеет запоздающий лаг Причем этот лаг От 3 до 4 лет обычно И то есть получается Что этот Вот буквально В следующем году Мы должны увидеть Скачок инфляции Как в Европе Так в Америке Если только цены на нее взлетят Это все подстегнет Властям ничего не останется И американским И европейским Как отходить От сверхмягкой политики Отойдут от сверхмягкой политики Все накроется Абсолютно вся экономика Поэтому конечно Сейчас вот В долгосрочные перспективы На 3-5 лет Ну не стоит сейчас Закладываться И покупать чего-либо То есть Или вы спекулируете Ловите движение По 15-20% максимум Максимум может быть 10-15 Или вообще Не заходить на фондовый рынок Нет сейчас Никакого Еще раз вот говорю Вот Ну я свою идею На сентябрь озвучил Если все-таки так и случится И мы увидим коррекцию В принципе ничего ужасного Не случится от сокращения Там да Я буду покупать И в принципе Потенциал роста Вижу Процент с 15-20 До конца года Мы можем В принципе легко сделать По индексу Момба Если 1450 пробьем И закрепим неделю Я жду отметок Тысячу Где-то 600 1650 Уже в этом году Да Если ты Если при условии Что пробьем 1450 Закроем неделю выше То есть Там и техника И фундаментал Там и в принципе Все предпосылки Для этого созревают И игры Спокойно могут прийти Деньги на российский рынок То есть Вот пока взгляд такой Я понял Спасибо Ну Саш Еще два слова По поводу Сирии Я в принципе Твою позицию Мы возможно стоим На пороге именно Глобальной войны Там Иран Реальная цель Это Иран Плюс этот Террористический Интернационал Который воюет Против Асада Если они победят Они пойдут К нам на Кавказ Говорить как там Что будет Достаточно Сложно Все Времени не так много Я расскажу анекдот Вот на тему Сирии Давай Летит самолет Летит в самолете Обама Путин И президент Ирана Ну раньше Ахмади был Теперь новый Является Бог Говорит Ну что сильные мира сего Исполню одно желание Каждого Только подумайте Назад нельзя Будет слово взять Ну президент Ирана Говорит Я ненавижу Америку Я ненавижу Американский империализм Я хочу Чтобы все американцы Отправились В ад Чтобы шайтан Их жарил Там на огненной сковороде Хорошо Сказал Бог А вы президент Соединенных Штатов Но Обама Нахмурился Говорит Ну Мое отношение Давно известно Я хочу чтобы все там Сирийцы Все оловитые Все персы Тоже отправились В ад И чтобы Дьявол Жарил их Там на огненной Сковороде Хорошо Сказал Бог Но вы Владимир Владимирович Сидите Молчите Ничего не говорите Вы то что хотите Вы знаете Я даже не знаю Что попросить теперь Наверное Просто кофе Так что Мы посмотрим Счет на табло Понятно Хорошо Ну и последние пять минут У нас остались Давайте еще раз Посмотрим пристально На российский Фондовый рынок В последнюю неделю Август Как мы уже Сегодня говорили Собственно Из важных Макроэкономических Новостей Наверное Можно отметить Выходящую в четверг Пересмотренную статистику ВВП Соединенных Штатов За второй квартал Опять будем рассматривать Ее с точки зрения Сворачивания Несворачивания Программы Количественных смягчений Ну а помимо всего прочего Все таки мы На локальном рынке С вами можем найти Какие-то более интересные идеи Давайте еще раз Попробуем это сделать На твой взгляд Хотя понятно Ты наверное опять сейчас Мне напомню Что ты бы не входил бы Да Как минимум до конца Или там до Следующего сезон Если вы играете на понижение Ведь на понижение Тоже можно зарабатывать Но опять же Это надо делать аккуратно И стопы И там 1-2 процента То есть по индексу можно Ну то есть шортить Российский рынок Сейчас в принципе Можно на твой взгляд Ну какие-то отдельные Может быть его Последние События да Последние С начала года Можно его шортить Спокойно На любых локальных отскоках Мы никуда не деваемся Мы третий год На одном и том же месте Поэтому здесь без разницы Куда играть Вверх или вниз Просто не забывайте Про риски и все Потому что В принципе Сейчас нету Серьезных там Оснований для обвала Прямо сейчас И нету никаких драйверов Для роста Я говорю В корне ситуация Пока неделю или две Мы будем колебаться Плюс-минус 2-3-4 процента Ну это пила Здесь Ну незачем гадать Если мы рассматриваем Фундаментал Фундаментал отрабатывается На совсем другом интервале Там месяц 2-3-4 Да можно прогнозировать Ситуацию Исходя из важных событий Прогнозировать ситуацию На 1-2-3 дня вперед Никто не может Ну нет ни у кого Не знаю Машины будущего Нету И здесь не работает Фундаментал На таких интервалах Ну то есть Вот что называется Поле деятельности Для спекулянтов Пожалуйста Вот вам есть Боковой диапазон Да Покупайте Продавайте Ну я понимаю Я могу рассказать Интересные опционные схемы Но опционщиков тут Ну да Не так уж и много Среди слушателей Совершенно Поэтому Я добавлю Если вы хотите Все-таки покупать Три бумаги Это Сбер Роснефть Ну я озвучил Я думаю Что МТС И все Они более-менее ликвидные Это разные сектора Они фундаментально С очень хорошим Обсайдом Я не удивлюсь Если мы МТС И 350 рублей увидим Ну по локальным Я бы покупал тоже ГМК и Роснефть Мне нравятся две бумажки Которые я всегда покупаю На коррекциях Ну поскольку Я бы чуть-чуть пониже Насчет на риска Я бы наверное согласился Тоже просто Я не отраслевой человек По майнингу Я бы посмотрел Но в принципе Бумага тоже хорошая Я бы не покупал Индекс целиком Потому что я считаю Что в общем Наш рынок В глобальном рынке Как пишут Да Хуже рынка будет Соответственно Все-таки Его перформанс Будет достаточно слабый Относительно Мировых тенденций А из банков Лучше наверное Все-таки УТБ Там абсолютно Чуть побольше будет Хорошо И последняя тема Минута еще осталась Смотрите Вот в пятницу Мы видели После известных событий Ну ослабление доллара Все-таки Так будет правильно сказать По всему спектру рынка И в том числе Золото скакнул Сделал новый Локальный максимум Там район 1400 Вот это Вася Это с чем было связано Как раз вот С идеей ослабления доллара Или все-таки Некие инфляционные ожидания Опять рождаются у рынка И ты кстати Во-первых Инфляционные ожидания Рождаются Это раз Во-вторых Все-таки Слабая статистика Это не в пользу Сокращение КУЕ Поэтому Все что мы видели Это просто Краткосрочное Отыгрывание Там статистики Не больше того То есть даже если Техническую картину посмотреть Золото пришло именно В тот диапазон Такого Где до этого Набирались короткие позиции Которого она и вывалилась Поэтому пока Это не более чем отскок Золото Обычный рисковый инструмент Золото Да В перспективе нескольких лет Пока Я не вижу потенциала Для роста Золото я бы Всегда только продавал Я в этом году Скептически был настроен на него Играл только вниз И сейчас смотрю По-прежнему только вниз Когда идет глобальный цикл Завершение Мягкой монетарной политики Ну какое тут золото А вот если Мнение некоторых коллег Что ждет нас инфляция И так далее Так Это не только Это Василий Если будет инфляция Инфляция придет К росту ставок Или по крайней мере К нарастанию Я согласен Два слова Саша Какой будет инфляция Все таки я бы золото Как защитный актив Не сбрасывал Не сбрасывал Я понял Ну что ж Спасибо огромное Друзья мои Итак Сегодня первую неделю Первый день новой недели Мы традиционно встречались В эфире сухого остатка У меня в гостях были Василий Олейник Эксперт IT Инвест Проспект И Александр Разуваев Директор аналитического Департамента Альпари Мы говорили еще и о том Что последние недели августа Да август традиционно Месяц не очень хороший Ну дай бог переживем Всего хорошего Успехов на рынке Увидимся завтра До свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому